Добрый вечер, в эфире Вести Грачева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. От различных уровней реагирования и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти. Сегодня от имени депутата Государственной Думы России Джишербека Узденова представители Республиканского отделения партии «Единая Россия» подарили военному комиссариату республики кулеры для питьевой воды и микроволновой печи. Они пришлись как нельзя кстати для разогрева готовой пакетированной еды военнослужащим. Руководитель исполкома «Единая Россия» Руслан Джамбаев лично вручил ответственному дежурному подарки от депутата Госдумы Джишербека Узденова. Это очень огромная помощь, потому что ребята, когда прибывают у нас сюда, должны пить предупреждение к кишечным инфекциям, должны пить только воду, которая кипяченая, вода, которая горячая, тем более в зимний период времени. Ну и приготовление пищи. То есть мы выдаем индивидуальные рационы питания. Эти рационы питания подлежат подогреву на микроволновых печах. Это очень серьезный момент, который нам помогает ребят в их питании на целые сутки, которые находятся на сборном пункте. Региональное отделение с момента начала специальной военной операции ведет работу по оказанию помощи и жителям Донбасса, и в частности нашим военнослужащим. Сейчас весь упор работы регионального отделения, он сформирован в рамках работы оперативного штаба, который создан по решению главы республики Рашида Тимрезова. И в рамках работы оперативного штаба региональное отделение сейчас ведет работу по оказанию помощи и самим мобилизованным, и семьям мобилизованных, которые сегодня, допустим, находятся в такой сложной жизненной ситуации, в решении каких-то вопросов, которые касаются их семей. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза, принял ряд важных решений, которые касаются противостояния угрозам национальной безопасности. Среди них введение военного положения в некоторых регионах страны, режим повышенной готовности, соблюдение срока выплат мобилизованным, а также изменения в миграционной политике. Своё мнение по этому поводу высказал ветеран афганской войны, председатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Геннадий Жданов. Введение чрезвычайного положения военного, оно оправдано, оно позволит более оперативно решать вопросы. Мы видим, что многие неудачи были обусловлены тем, что многие ещё не понимали, что это. Одна часть воевала, другая часть, как говорится, праздники праздновала, и всё это не доходило. И много бюрократических проволочек, и всего остального. Поэтому я всецело поддерживаю и считаю, что это оправданная мера полностью, которая позволит быстрее выполнить стоящие задачи и сократить потери. Печальная весть. На 68-м году ушёл из жизни депутат Народного собрания Карачао-Черкесии 3-го созыва известный общественный деятель Азнаур Ибрагимович Гирюгов. Свою трудовую деятельность он начинал зоотехником, многие годы проработал в сельском хозяйстве, внёс значительный вклад в развитие аграрного сектора и экономики республики. Занимался предпринимательской деятельностью, параллельной и общественной, возглавлял национально-культурную автономию карачаевцев. Друзья и коллеги знают Азнаура Гирюгова как человека-патриота, интернационалиста, трудолюбимого и принципиального. Последние годы он являлся членом региональной общественной организации «Карачаилан Халк». Азнаур Гирюгов не пропускал ни одно значимое общественно-политическое и культурное мероприятие, всегда помогал нуждающимся. Выйдя на пенсию, развивал уникальный в своем роде бизнес заодно и агротуризм в Карачао-Черкесии, открыв ослинную ферму. Память об Азнауре Ибрагимовиче Гирюгове будет жить в памяти народа вечно. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-8, в горах минус 3 плюс 2, а днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 9. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 13-15 градусов тепла. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Изобилие даров, природы, вкусные и качественные продукты были представлены на осенней сельскохозяйственной ярмарке в Карачаевске. Предыдущая здесь прошла в июле. В ярмарке участвуют предприятия, производители фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели. И она проводится по поручению главы республики. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Восемь часов на центральной площади Карачаевска открылась осенняя сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к столетию Карачаева-Черкесии. И уже с утра горожане сделали покупки. Очень хорошая ярмарка. Много гостей у нас здесь. Мы купили рыбу, чеснок на посадку купили, фрукты купили. Очень хорошая ярмарка. Все есть. Все есть в большом ассортименте. Все, что нужно, можно закупить. И вкусно. Ярмарка – это хорошая возможность сделать запасы на зиму. А чтобы ассортимент продукции был шире, в Карачаевск пригласили товаропроизводителей и предпринимателей со всей республики и из соседних регионов. Приехали мы с Ставропольский край, город Ипатова. Выехали мы с вечера. Приехали к вам в 3 часа ночи. До утра выставлялись. Привезли нашу продукцию. 15 видов сыров, масла, плавленые сыры и молочная продукция. И какая же ярмарка без традиционной, экологически чистой местной продукции? Я с верхней море, я приношу все то, что делаю из молока. Из молока я делаю свежий сыр, сыр бочковой, сметану, творог у меня разный получается, масло, ну и копченый сыр. А вот традиционный карачаевский сыр, да? Это бочковой. Делается из обычного коровьего сычуга, из желудка. Ну, делается в мае месяце, выдерживается он до осени, чтобы он созревал очень хорошо. Дырки получаются вот хорошие. Это вот этот майский сыр, да? Да, это майский сыр и соль, все. Здесь была представлена и вся пчеловодческая продукция, которую собирают с весны по сентябрь. Четыре сорта меда сегодня я представляю. Самый первый – это вот то, что откачиваем акация, жидкий мед гипоаллергенный, цветочная разнотравия, кориандр и горная разнотравия местная. Ездим и по Ставропольскому краю, по Краснодарскому краю, переезжаем с места на место за медом. Овощи, мясо, разные виды чая, рыбная продукция и, конечно, саженцы приобретали люди, ведь осень – сезон посадки деревьев. На сегодняшний день то, что мы видим, они ниже именно рыночных цен, ниже, чем они в магазине. И вот я вижу людей, которые и утром пришли, вернулись, утром пришли, закупили, и вижу, что они сейчас второй раз тоже вернулись сюда. В этот субботний солнечный день живо шла торговля на площади. А ярмарк – это все-таки праздник, и песни дарили известные артисты республики. Мы, родимые России, гордимся, с Богом сердца страну возвратим. Алладинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачево, Черкесия. Согласно госпрограмме, развитие образования, рассчитанное на период с 2022 по 2026 год, в России отремонтируют более 7 тысяч школьных зданий. Зиюковская школа вошла в число тех, кто уже обновился, к новому учебному году. По коридорам и кабинетам, пахнущим свежим ремонтом, прошлась Фатима Даурова. Здание Зиюковской средней школы было построено в середине прошлого века и, конечно же, нуждалось в капитальном ремонте. В рамках реализации государственной программы развития образования работы по благоустройству и обновлению начались в конце февраля текущего года. И вот позади 7 месяцев усердных работ, и в сентябре школа открыла двери для своих учеников. С нетерпением дети ждали, когда они начнут заниматься именно в нашей школе. Каждый раз, каждый день спрашивали, сможем мы начать 1 сентября. Потом через неделю спрашивали, когда мы перейдем в нашу школу. Все же таки 19 числа мы смогли перейти. Во время капитального ремонта здания обновили кровлю, которая за время эксплуатации пришла в негодность и выполняла свои функции весьма посредственно. В кабинетах на верхних этажах после дождей протекали потолки, а сейчас везде сухо и прочно. Кроме того, капремонт подразумевал проведение электромонтажных, внутренних штукатурных, облицовочных и малярных работ. Были проведены работы и по внутренним инженерным коммуникациям. Полностью обновили отопительную систему. Грядущие первые холода учителя и ученики встретят в тёплых кабинетах. Раньше часть кабинетов не отапливалась, было холодно. Сейчас и светло, и тепло. Надеемся, что к отопительному сезону всё же таки пустят отопление. Самое вкусное место в школе – столовая. Аромат отсюда расходится по всем коридорам и кабинетам. Пахнет свежеиспечёнными булочками, наваристым борщом и поджаренной рыбкой. Самые младшие ученики школы здесь завсегдатые. Вкусный обед вмиг уплетается за обе щеки, как признак здорового аппетита малышей. Для шеф-повара Мауминат Айоковой, которая провела 15 лет за старой плитой школьной столовой, возможности нового кухонного оборудования оказались намного качественнее и функциональнее. Ну, ощущаем, конечно, у нас же всё новое. На старых оборудованиях они всё равно старые. Печка у нас старая была. Комфорки две работали, остальные не работали. Нам приходило всё время кастрюли туда-сюда крутить. А у нас же всё новое сейчас, всё работает. И по времени мы уже больше успеваем, больше детей кормить мы успеваем уже. Отремонтированные кабинеты сдамбдили новой мебелью – партами, стульями, шкафами. Детям стало удобнее сидеть за специальными партами, высоту которых можно регулировать подросток. Параллельно с кабинетами обновили и близлежащую школьную территорию. В данный момент заканчивают установку ограждения. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. Воспитанники Центра культурного развития имени Гагарина Черкеска побывали в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии. Профилактическую беседу провела оперуполномоченная управления Амина Хакунова. Она напомнила ребятам об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, а также о негативных последствиях, которые могут возникнуть при употреблении запрещенных веществ, и продемонстрировала видеоролик. Наркозависимость – это не вредная привычка, а опасная болезнь, ежегодно уносящая тысячи молодых жизней. Даже разовое употребление опасных веществ может негативно сказаться на молодом организме и на будущем человека, в целом отметила Амина Хакунова. Подросткам также рассказали, какая работа ведется правоохранительными органами по пресечению и раскрытию наркопреступлений. Проинформировала об общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», куда можно обратиться круглосуточно и анонимно. Чтобы сообщить о фактах распространения и употребления наркотических веществ. Мероприятие проходило в форме открытого диалога. Каждый участник мог задать интересующие вопросы и поделиться своим мнением. В Черкесске на территории пожарной части прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Показать свое мастерство собрался личный состав девяти гарнизонов республики. Проведение состязаний приурочили к 85-летию пожарно-спасательного спорта в России, а также для достижения профессионализма и спортивного мастерства бойцов пожарной охраны. Всего более ста спортсменов боролись за победу в трех дисциплинах – подъем по штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препятствиями и боевое развертывание. Участники, занявшие в соревнованиях призовые места, были награждены дипломами и кубками. Пожарно-спасательному спорту проводится в нашем главном управлении, а также и в различных подразделениях МЧС ежегодно. Это основной вид спорта, который наряду с укреплением физической подготовки имеет и прикладное значение для повседневной деятельности пожарных. И он включает в себя элементы действий, применяемые при тушении пожаров и спасении людей. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник».